20 тысяч, перестань пить, слушай! Я нервный, у меня давление, у меня скрипят все суставы вместе с министками. Я кричу по ночам, вот так! Я после этого никогда не снимался ни в одном фильме, потому что это такой примитивный оказался плоский фильм, что это, знаете, как человек, получающий удар ножом в живот, прикрывать всю жизнь будет живот. Это я потом прикрывал себя. Вообще, я не люблю слово ханжества, у нас его употребляют уместно и неуместно. Иначе хочет оградить себя, свою семью, просто от вещей, которые, ну, просто вредят в душе, и он сразу говорит, да не будьте ханжу. Это же на простой степени. Вы любите ли сыр? Спросили раз ханжу. Люблю, он отвечал, я вкус в нем нахожу. Слушай, ну а разве секс это вообще, и тема секса это вообще, так или иначе это бунтарство? Здесь будет совместное предприятие по изготовлению противосачаточных средств. Именно такой завод мысли строят здесь иностранцы. Это в небесах обетованных указание на адрес пришедшей теперь темы. Мы от Запада, когда дали нам волю, мы от Запада взяли все худшее. Всегда мечтали продавать поддельные джинсы, купленные в Турции? Но вам неудобно перевозить товар через границу в руках, а на ноги налезает не больше трех пар. Вам поможет клетчатая сумка челнока. Клетчатая сумка. В двухтысячных глава алюминиевого завода. Ну, я у тебя в урок грамотный речи. Даду, даду, да. Так, спародировав нынешнего президента, он успеет подружиться и с будущим. 12 июня 91-го года президентом РСФЦ стал Борис Ельцин. Теперь его тоже пародируют. Вот начинающий Владимир Лукинский с возможной первой пародии в истории про Ельцин. Я считаю, что теперь поднять экономику может только программа 500 гид. Может, оттого еще задорно улыбало поздравить страну вместо Ельцин с Новым годом, что президент ему доверил это подружески? До последнего думали, что что-то может измениться. И все тянули, тянули в конце концов. Но меня прослушивал начальство. Я им предложил этот вариант. По-моему, Яковлев тогда был. Он так улыбнулся, улыбнулся и говорит, хорошо. И еле-еле заметно улыбнулся. А с 93-го Михаил Николаевич живет в одном доме с Борисом Николаевичем на Осенней улице в Крылатском. Вот Осенняя улица, дом 4, корпус 2. Похоже на школу такую. Я слышал, ну вы даже от тебя, что согласие вписать задорного в этот проект, было получено на корте. Если Ельцин будет играть с тем, кто не умеет играть, игры не получится, сдал их. Ну, наконец. И Торпичев организовал чудные встречи. Торжаков меня винит, что я там смешил всех. А на самом деле мне действительно нравится доставать мяч. Я братарем был, падал там. Ну, весело было, хорошо. Задорник единственный из жильцов этого дома, кто не входил во власть. Послушай, ну ведь приятно жить в доме с партнером Борисом. Я 8 лет носил свои рассказы, они не печатались. Я их носил, не буду говорить, в какую литературную газету. Там в то время работал редактор, и он временно давал одну рецензию. 8 лет. Вот так приношу рассказ, он прочитает его, говорит... Фигня. По Черному морю какой-то круиз был. И Миша мне рассказывает, как в Одессе Евгений Лаганович выходит с теплохода, и море народу к нему бросается, там тоже фотографируется, автограф. И Миша мне тогда говорит, ну хотя бы если бы на 10-е час у меня была поклонникам, вот такой у Жени. Вот хотя бы 10-е час ко мне бросилось. Ну ты молодой, кто? Но теперь, после Ельцина, Задорнов и впрямь похожа в самый популярный человек в стране. Пока все отшучивались об отмирающем совке, он уже шутил про будущее. Вообще был у меня такой рассказ, знаете, 2000-й год назывался. Его читать нельзя больше. Потому что я хотел бы пофантазировать, что будет в 2000-м году, а уже читать нельзя, потому что все сбылось уже. Он никогда не был артистом. Ну да. Прием его риторики, обращение к залу и так далее. Не исполняет номер, а действительно говорит, что думает. Странно, что в конце концов он не знал. Но после поздравления им с Новым годом, кажется, нет вопросов, которые ему не адресуют. Кто будет следующим президентом? Лысый точно, потому что есть точная формула, по которой меняются наши правители. Значит, объясняю. Ленин был лысый. Сталин с волосами. Хрущев был лысый. Брежнев с волосами. Андропов был лысый. Черненко с волосами. Горбачев был лысый. Ельцин с волосами. Следующий будет лысый. Я думаю, что Жванецкий. Ты считаешь, что смартфон сложный и в его возможностях можно утопить? У нас...